Вот уже несколько месяцев папа сидел в тюрьме, а мне приходилось заменять его на всех бизнес-встречах и светских мероприятиях. Поэтому уходил из дома и возвращался я обычно в разные дни. Танечка, ну вот, олигарх и менеджер Сергеевы оба прибыли. А ты чего не ложишься? Без тебя не хочу ложиться. Я и так весь вечер одна на диване просидела. Везет. А у меня такое впечатление, что я месяц назад из дома вышел. Фух, все эти форумы, банкеты, бизнес-встречи. Фух, у меня такое впечатление, что я скоро в Барвихе буду лучше ориентироваться, чем у нас в Алтуфьево. В коньяке, я смотрю, тоже все больше разбираешься. Ну, выпил немного, а пришлось. Прям через силу пьешь, да? Заставляют? Не заставляют, а надо, Танечка, надо, чтобы с нужными людьми познакомиться, чтобы там, ну, как бы, поддержать разговор. Да и вообще, там такие суммы фигурируют, без снограмм не разберешься. А нужные люди, это мужчины или женщины тоже бывают? Бывают. И женщины? Мы же не в мужском туалете собираемся. Ясно. Ладно, я тогда спать пойду. Тебе сегодня общения с женщинами уже хватило? Танечка, пожалуйста, только давай без ревности. У меня про измену нет сил даже думать, не то, чтобы заниматься ей. Ну, правда. Ну, ладно. Извини. Ну, давай пойдем в спальню, я там тебя полностью раздену. Танюша, давай не сегодня, давай завтра. Ну, или уже сегодня. В общем, когда я там в следующий раз домой вернусь? Танюша, доброе утро. Это тебе. Спасибо. А что это? Это омлет. Я просто хотел красиво сделать в форме сердца. И пока объедал до ровной формы, вот это осталось. Таня, а где моя новая голубая рубашка, которую купили вот с карманом? Я все шкафы пересмотрел, нигде нет. Она на балконе висит, на твоей вешалке. На какой моей вешалке? На которой ты два года назад купил, но не пользуешься. Таня, слушай, ты с машиной ничего не делала? А то всю дорогу от дома что-то стучит. Не знаю. Ну, заедь в автосервис, когда Лешку в садик отвезешь. Блин. Леха! Ты это... Сейчас в садик заедем. Забыл, папа. Девушка! Девушка, подожди. Девушка, остановись. Пока в очках плавать нельзя. Пробуем новую систему фильтрации воды. Очки могут испортиться. Вообще лучше пока не нырять. Ну, ладно. Спасибо. Сань, давай быстрее. А то все скоро начнут догадываться, что я их обманываю. Да я ищу, ищу. Что там? Слушай, как с тебя вообще плавки могли слететь? Ты же не нырял. Да меня, ну, веревка давила. Я ее немножко ослабил. Ну и вот. Ладно, поплыла дальше. Женщина, подожди, женщина. Подождите. Саша, у тебя зарядка для телефона есть? А, да-да-да, есть у человека. Дай, пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста. А у тебя сколько процентов на телефоне? Да нет, нет, у меня хватит. У меня 78. А, 78. Через два часа проверю. Не дай бог, будет меньше 70. Представляешь, сегодня звонила девушка, заказала банкет на свадьбу без мяса и без алкоголя. Ага. Я подумала, какие молодцы. Зожники не пьют. Оказывается, у них бюджет всего 40 тысяч. Что ты там такое высматриваешь? А? Думаешь, на что потратить свой аванс? Вот смотри, Сашка вчера на какую-то презентацию ездил, а я его фотографии с банкета в интернете нашла. Блин, я на таком фоне его лицо не сразу заметила. Ну, а что ты хотела? К бизнесмену Сергееву девушки быстрее липнут, чем к менеджеру Александру. Привыкай. В смысле, я не хочу привыкать, что мой муж работает в силиконовой долине. Ну, вокруг Сильвестра тоже постоянно какие-то модельки крутились. А ты чего? А я отдумала ей фотографии гения, и все, пара дней, нет проблемы. Что? Ну, я шучу, конечно, просто не обращала внимания. А что ты так напряглась? Не доверяешь Сергееву? Я? Доверяю, конечно. Очень даже. Своему мужу я вполне доверяла. А вот полуголым девицам на фотографиях как-то не очень. Сергеев, ты читать умеешь? Написано «не работает». Александр Григорьевич, это я написал. Просто в этот раз кофе такой хороший завезли, и хочется подольше попить. Вам налить? Мясо сейчас, да? Ага. Вообще, я не первый раз вижу, чтобы кошка бегала за собакой, да? А видел, где парень прыгнул с гаража? У него голова в сугробе застряла. Все, покажу. Да нет, видел, Кость. Все, давай работать. Кстати, знакомьтесь, Александр, наш самый опытный сотрудник. В вашем вопросе в нашей компании лучше него никто не разбирается. Ну, я вас оставлю. Очень приятно. Итак, чем я могу вам помочь? Скажите, а где у вас тут туалет? Пройдемте со мной. Вот так. Куда едем? Значит, сейчас в конгресс-центр. Там конференция по криптовалютам. Нифига в этом не понимаю, но надо покивать с умным видом. Папа ведь в совете директоров. Поехали. Саша, за нами хвост всю дорогу. Ну, здорово. Разберись с ним, как у вас там по инструкции положено. Или ты ее не дочитал и не знаешь, что делать? По инструкции не могу. А то Алешка без матери останется. Алешка без матери. Чего? Так, ну-ка останови, я сам с этой матерью разберусь. Ой, Сашка. Таня, у нас ребенку шесть лет. Ты за ним должна следить, а не за мной. Я не следила. А что ты здесь делаешь? Так? Таксуешь? Нет, просто взяла машину покататься. И случайно тут оказалась. Сорок семь минут за нами ехала. Серьезно? Я даже не заметила. Давно за рулем не было, а время так пролетело. Значит так, Таня, давай, хватит заниматься ерундой, разворачивайся и езжай домой. Мы вообще навстречу опаздываем. Я не понимаю, ты за десять лет так и не убедилась, что я люблю только тебя одну? Убедилась. Я верю тебе, Саш. Слушай, Саш, а давай вместе навстречу поедем? Таня, домой. Хорошо. Мужик. Спасибо. Ксюша! Обалдеть! Сто лет тебя не видела! Ну как ты? Извините, а мы знакомы? Ой, извините, обозналась. Но вы так на мою подругу похожи. Извините. Я думала, мы этот базиликс-то вы никогда не найдем. Еле успели. На, спасибо, Лили. Постоя, дежим! Александр, просните, пожалуйста, а то вы все собрание проспите. Елена Николаевна, все в порядке. Пусть спит. Я вас слушаю. Здрасте. Здрасте. Все равно она все решает. Дай-ка, Даня, вот. Опа. Сейчас. Раз. Ну, три килограмма сбросил в этом месяце. Ну ладно, один раз можно. Но в будущем, чтобы заранее советовался. Открывай. Молодой человек, куда же? Куда вы? Стойте. Пожалуйста. Без сдачи. Спасибо большое. Пока. Спасибо вам. Спасибо. Саш, ты что делаешь? Тань, не мешай, пожалуйста, я ногти на ногах стригу. Я по-другому не дотягиваюсь. Таня, ты что делаешь? Саш, смотри, что мне прислали. На выходных ожидается порой ветра до 19 метров в секунду. Рекомендуем остаться дома. МЧС. Ничего себе. Слушай, может, тогда не поедем к твоей маме? Поедем. Я в эти прогнозы не верю. Почему? Потому что это СМС со второго номера Альберта пришло. В следующий раз проси отправить кого-нибудь, чего номера у меня нет. Я и раньше не был против перекусить посреди ночи. А с тех пор, как стал работать по 16 часов в день, другого времени на это и не осталось. Мам, ну заметили они меня. Что я могла сделать? Да, очки, платок, все надевала. Сама я за них дорогу не видела, чуть не врезалась. Короче, я за Сашей больше следить не буду. Вот и хотела обратиться к профессионалу. Помнишь, ты мне рассказывала, у тебя телефон остался? Хорошо, тогда договорись на завтра, а я приеду и привезу Сашину фотографию. Ёшка, ты такой молодец, очень красиво. Только у меня ноги подлиннее. Саша, иди сюда! Чего? Ой, смотри, классно, да? Вот это да, Лёшка, ну ты у нас художником вырастешь. Только дай-ка сюда. У меня голова не такая большая. Дай ластик. Так. Вот так вот. Ой, ну какой же он у нас талантливый. Ну что ж, господа, поздравляю с покупкой. Теперь у вас собственная обувная фабрика. Правила стандартные. Гарантия один год, возврат в течение двух недель, но с чеком и в оригинальной коробке. Прошу. Ну, если будут вопросы, звоните. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Вот и хочу обратиться к профессионалу. Помнишь, ты мне рассказывала? У тебя телефон остался? Гена, скажи, а частный детектив дорого стоит? Хороший, дорого. Но про хорошего мы бы не узнали. А этого даже ты заметил. Да, Танечка и тут выбирала по акции. Знаешь что, отвези-ка меня в сауну и скажи двух проституток. Двух? Думаешь, мало? Давай сразу пять. Я на Танечке экономить не буду. Блин. Альберт, у нас что, новые жильцы? Не, это соседи с вашего этажа новый шкаф привезли. Грушиков ждем. Секундочку, секундочку. Спасибо. Алло, Кать, нашла я твою майку. Да, которая тебе до пупка. Вечером занесу, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, нас опять папа собирал. Ясно. Леша, давай собирайся. Вот, Саша, пятерых я и не собирал. У них по будням большинство отсыпается. Спасибо, спасибо, Ген. Здравствуйте, девочки, здравствуйте. Ну что, стоим, проходим внутрь, на улице еще успеете настояться. Проходим. Проходим, не стесняемся. Давайте. Девчонки, вообще классно так. Так, вы что, купальники взяли? Конечно. Куда без них? Я думаю, разгласите. Нет, 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 дальше раздеваться не надо. Работа будет несколько необычная. Мне нужно записать с вами коротенькое видео. Так, только давай без лица. Нас этот здоровый не предупреждал о съемке. Да он в принципе ничего не говорил. Машину посадил и привез. Послушайте, мне нужно буквально пару слов на камеру. Это для моей жены. В интернет не выложите, у меня мама вообще-то во всех соцсетях есть. Расслабься. Дальше моего телефона никуда не уйдет. Готовы? Татьяна, поверьте, Саша вам не изменяет. Он вас очень любит. Отлично, за 10 секунд управились. Ну, я думаю, у вас бывали клиенты и пошустрее. Ну, ладно. Так, Гена, расплачивайся, я буду ждать тебя в машине. Девушки, и вы собирайтесь, а то я сауну на полчаса арендовал. Всего доброго. Денег занять хочешь? Ну, да. Сколько? Ну, рублей триста. Мобильный банк у тебя к телефону привязан? Да. Сейчас переведу. Ты не обижайся, я просто не накрашенная. Танюша, а почему на моих фотографиях еще голова не отрезана, или ты только домой вернулась? Что говоришь? Таня, аккуратней, ножик, убери в сторонку. Я пошутил, не надо мне ничего отрезать. И что мне сейчас делать? Медленно опустить его на пол? Нет, я просто говорю, что я понимаю твои чувства и... А это что такое? Это борщ. Или ты после своих фуршетов обычную еду узнавать перестал? Ты что, правда готовишь и... Все нормально, Таня? У меня да. У тебя, видимо, не совсем. А, я понял. Видимо, твой детектив еще не прислал тебе фотографии с проститутками. А куда должен был? На электронку или письмо заказное придет? Ну все, хватит прикидываться. Видел я вчера твоего Джеймса Бонда на его развалюхе. Слушай, он бы еще, знаешь, прямо за мой столик присел и в упор фотографировал. У меня один вопрос, кстати. Вы его где с мамой выбирали? На сайте с купонами? Чего? Тань, ну все, хорош. Слышал я вчера ваш разговор в ванной. В следующий раз место для конспирации понадежнее. Выбирайте. Саш, ты не так все понял. Мы не к детективу обращались. Вы уверены, что ему заговор от измены нужен? Да. Это просто фотография старая. Делайте. Ну ладно. Гадалка! Таня, а почему не шамам? Или, не знаю, ведьма? Или таких знакомых нет у твоей мамы? А на кого с чаевых хватило, к тому и пошла. Кстати, что ты там про проституток говорил? Это я не так выразился. Это вовсе не проститутки. Это эскорт. Это то же самое, но без секса. Я прошу, Танечку, убери нож. Аккуратно. Танюш, я очень прошу, давай, как цивилизованные люди. Татьяна, поверьте, Саша вам не изменяет. Он вас очень любит. Видишь, Танечка, я тебя не обманывал и не изменял тебе. И если что, я платила мне из наших денег. Ладно. Допустим, я тебе поверила. А кто тогда за тобой следил? Я не знаю. Но лучше бы это была ты. Сын Сильвестра Сергеева погряз в пороке. Да. Схалтурила Тамарка на этот раз. А раньше от измены хорошо отшептывала. В смысле раньше? Когда ты еще к ней обращалась? Ну, это я так. Чужие отзывы пересказываю. Коля! Сейчас не об этом. Собирайся, пойдем семью дочери спасать. Договор у них, конечно, на 80 страниц. За время, пока его подписывали, можно было второй такой же завод построить. Саш, у нас опять хвост. Да видел я и слышал. У него подвеска так скрипит, что пришлось окно закрыть. Оторваться? Не надо. Лучше наоборот, езжай помедленнее, а то врежется еще куда-нибудь. И по крайней правой полосе. И аварийку включи на всякий случай. Да, и журналы этого дебильного в выкупе, пожалуйста, весь тираж. Хотя нет, лучше сразу издательство. А то они еще одну партию напечатывают. Субтитры сделал DimaTorzok